Мы вас приветствуем, мы снова у Жоры в гостях. Это тема Mitsubishi Lancer 9. Вообще вот этот вот движок, и вообще Lancer 9, он выпускался там с 3 по 7 год, ну 2003-2007, если я не ошибаюсь. Вот этот вот вообще автомобиль сам по себе, он одновременно очень неплохой, потому что он идёт в классе типа там Lanos, какой-нибудь Nexia, ну как бы Mitsubishi это не очень, Lanos не очень Nexia. И в то же время это такой переход, когда вот японское качество Mitsubishi, например, начинало делаться так в угоду маркетинга, то есть надо сделать хуже, хорошо делать не нужно, чтобы чаще покупали. Итак, это движок 1.6, 16 клапанов, один распредвал, европейская версия. Стоял здесь, ну и стоит газ, грубого четвёртого поколения, нормальная. Этот движок имеет около, якобы, 217 тысяч пробега, но здесь в него лазили, что я сейчас вам даже покажу. Вот этот момент, значит, был он снят, вот он в него здесь уже лазили, значит, был он приобретён 11 тысяч назад, владельцам, то есть конкретный пробег неизвестен, автомобиль 2004 года, ну и, соответственно, движок должен быть. Был снят он по той причине, что он расходует примерно литр 100 масла на тысячу километров. Ну, это у них болезнь. Значит, сначала с положительных моментов, которые, на мой взгляд, имеет этот двигатель. Значит, этот двигатель произошёл из старых, ну как старых, из 80-х, начала 90-х движков, когда делалась 16-клапанная головка, но использовался один распределительный вал. Да, это не имеет здесь возможности установить фазокрутилки, чтобы расширить его там рабочий диапазон, но, тем не менее, конструкция очень простая, соответственно, надёжная. Также ремень газораспределения, что не менее важно. Это однозначно плюс конструкции. Также плюс конструкции я могу отметить именно конструкцию, в целом задумку впускного тракта. Это, пожалуй, единственная рядная четвёрка, которую я видел, которая имеет очень в то же время простой и в то же время развитый впускной тракт. Значит, простота заключается в том, что это сталь. Ну, то есть, это не алюминий, ничего, это как выхлопной коллектор. Ну, правда, более тонкостенный. Впуск сделан, он равнодлинный. Длинные большие впускные каналы, ну, то есть, под свой диапазон. И всё сходится в один маленький что-то вроде ресивера, и сразу стоит дроссельная заслонка. То есть, этот двигатель не имеет проблем с распределением воздуха от дроссельной заслонки, что, например, в первый цилиндр попадает больше воздуха там на больших оборотах, в четвёртый, ну, точнее, в первый цилиндр имеется в виду относительно дроссельной заслонки, и последний там попадает воздуха меньше и так далее и тому подобное. То есть, этот двигатель этих проблем не имеет. Здесь система, как на Subaru, выполнена. Но на Subaru он оппозит, поэтому там конструктивно он так выполняется. В этом плане сделано хорошо, грамотно. Плюс вся система, как я уже говорил, сделана из стали. То есть, очень простая конструкция, ничего тут сверхъестественного. Кронштейны стальные, всё. То есть, в этом плане однозначно плюс. Плюс конструкции также то, что блок здесь всё-таки чугунный стоит, а не алюминиевый. В общем-то, на этом плюсы этого двигателя, на мой взгляд, заканчиваются, потому что здесь есть уже вот эти вот моменты, которые начались для того, чтобы двигатель ухудшался со временем и очень быстро. Но, во-первых, дроссельная заслонка. Кто ездил на этих автомобилях, причём не новых, а таких подержанных, наблюдал такую систему, что дроссельная заслонка вроде работает, чистишь дроссель, моешь всю грязюку, и у тебя холостые 1200-1700. Ну, в общем, сколько хочешь, столько и поставили. Дело в том, что, ребята, недолго думая, здесь и вы посмотрите, здесь, вот с этой стороны, вот смотрите, привод, да, вот он привод, вот он, так, с этой стороны нет никаких ограничителей. Они делают так, что дроссельная заслонка, когда вот становится назад и так далее, вот он здесь есть регулировка, всё, но ограничитель от вот этих вот осевых перемещений и так далее, он здесь отсутствует, то есть дроссельную заслонку можно, ну, вот я на ваших глазах, вот, туда-сюда свободно ссовывать, и она разбивает своё посадочное место. Вследствие того, залепленная грязью щель, пока система работает, как только ты помыл, грязь смыл, начинается подсос воздуха, холостые сразу же выстреливают выше крыши. Причём это лечится либо реставрацией дросселя, либо установкой нового, либо, ну, бэушного в нормальном состоянии. Это первый момент. Второй момент, это вот этот вот двигатель, это наглядный пример, как можно сделать хорошо, но в то же время настолько всё испоганить, что просто некуда. У них масложор начинается где-то на 120 тысячах, вот такой вот литр на тысячу километров. И причиной тому здесь то, что здесь стоят наборные маслосъёмные кольца, что мы разберём сейчас и покажем. Но, наборные маслосъёмные кольца, это хорошо, но замена масла там раз в 15 тысяч, и может быть ещё чуть-чуть больше, вот это плохо, вот из-за этого оно коксуется, начинает жрать масло. То есть, вот такой, да, такой вариант, то есть, двигатель вроде сделан нормально, но вот такие вот нюансы, что меняйте масло подольше, кольца у вас закоксуются, гарантированно, чтобы через 120 тысяч человек делал либо ремонт, либо продавал автомобиль, то есть, подстёгивало человека, и плюс дроссельная заслонка, то есть, подстёгивает, давай покупай новую тачку. Бытует такой миф, ну, как на меня, это полная как бы ересь, что причиной закоксовки колец является термостат, что необходимо заменить термостат на более холодный, тогда температура масла якобы будет ниже в двигателе немного, и она не будет коксовать кольца, но... Сколько же у рабочей температуры? Я не помню, по-моему, или 87, или 89 градусов, а ставят, что-то там типа 83, или что-то такое, ну, это я вот когда-то лазил по интернету, и вот читал, что люди пишут вот такую вот ахинею, ну, как на меня это полный бред просто. Скода Octavia TSI тоже надо термостат холоднее ставить, чтобы кольца не коксовались, что ли, блин. Механизм газораспределения, как обычно любят азиаты делать, они штампованы, вот японцы, корейцы, штампованный шкив. Кстати, насчет термостата, хочу добавить, что даже если замените вы термостат, ну, как бы, если серьезно, да, ты заменишь термостат, и будет он открываться раньше, температура срабатывания электровентилятора у двигателя, ну, у системы охлаждения, она все равно остается та, которая была. То есть термостат можно и раньше открывать, ну, можно его вообще отсюда выбросить. Но в городе, если ты будешь ездить, он все равно будет нагреваться до той температуры, которая была изначально. По трассе, если ты будешь ездить, ты будешь ездить на недогретом двигателе, что приведет к увеличению расхода топлива. Но если, допустим, ты такой, типа, окей, я буду там на пол-литра бензина больше заливать, самое главное, это быстро спилит кольца, ну, потому что на температурный режим все рассчитывается. Ну, конечно, их спилит не прям как быстро, в два раза, но ресурс будет немного более ограничен. Передний шкив с гасителем крутильных колебаний. Ну, естественно, я вообще не знаю, зачем здесь нужен гаситель крутильных колебаний, потому что, ну, вот она эта резинка, она уже, конечно, тут потресканная, побитая немного, жизнью, вот она. Но сам по себе этот гаситель крутильных колебаний, это просто шкив, и даже когда ты его берешь в руку, он сравнительно легкий. То есть, ну, он сделан так для галочки, что вот мы сделаем, мы применяем такую технологию. Но я очень сомневаюсь, что вот этот шкив, вот эта, ну, вот вся эта конструкция может как-то очень сильно влиять и гасить крутильные колебания и сохранять ресурс там на повышенных оборотах двигателя. Ну, я имею в виду, если его перекрутить. Механизм газораспределения минимальный, ну, то есть, есть исключительно привод от коленчатого вала на распределительный вал с одним натяжным роликом. Самое, ну, классное, что может быть, то есть, больше здесь ничего не участвует. Ремень короткий, никаких болтанок, дополнительных приводов, чего-либо и так далее. Помпа стоит отдельно. Здесь такова конструкция, что здесь катушка стоит, то есть, две катушки. И с катушки прямо выход на свечу и вторая идет проводом, подсоединяется. Ну, и точно так же здесь. Но при демонтаже они рассыпаются. Ну, вот они, с катушки вот эта штука слезла. Ну, вот и наконечники там могут быть повреждены. Кстати, вот газ только сейчас заметил. Ну, вообще он нормально установлен, насколько я могу судить. То есть, вон он там, шланг подходит. К впускному коллектору. Все, ну, просто мне вот эта штука напомнила советский конструктор. Который постарше, тот помнит такие советские конструктора с подобными планочками, только более тонкие. Вот. Ну, как бы все держится нормально. Просто это не вписывается в общую эргономику двигателя. Ну, или подкапотного, скажем так. Кстати, это тоже для газа. Ну, так как это движок начала нулевых, здесь сделано нормально в том плане, что здесь япошки сделали гидрокомпенсаторы. Причем гидрокомпенсатор, он находится внутри вот этой всей подвижной конструкции, то бишь коромысла. Ну, с одной стороны, это не очень хорошо, потому что он участвует в возвратно-поступательно движущихся массах. То есть, он увеличивает вес вот этих вот, ну, всех масс, в том числе и коромысла. Ну, и пружины здесь должны быть более жесткие. Хотя, с виду, что-то я сомневаюсь, что они более жесткие. С другой стороны, компенсатор позволяет тебе ездить и не париться с регулировкой клапанов. То есть, ты один раз собрали двигатель, все, ты ездишь, если система работает нормально, то, ну, все, ты ездишь без проблем. Это, конечно, плюс конструкции. Потом они от этого стали отказываться, потому что, ну, как это так? Кстати, здесь роликовый толкатель. Между прочим, отступление от темы. Гидрокомпенсатор вместе с роликовым толкателем требует достаточно точных, хороших, станочных операций и изготовления. Потому что, если будут там какие-то люфты, у тебя компенсатор будет поджимать клапан. Но так как все ездит, то сделано там нормально. Это плюс конструкции, да, крышка штампованная железная с фильтрами, с удовителями масла, точнее, картерных газов. Ну, и вот они резинки, которые герметизируют шахту от свеченного колодца. Также из неких особенностей конструкции здесь свеча стоит со стороны двух впускных клапанов, потому что на некоторых версиях есть, что она стоит со стороны выпускных клапанов. Ну, я не буду сказать, что это лучше или хуже, но, тем не менее, такая особенность. Ну, и плюс, демонтировав флейты, можно снять нагрузку с пружин клапанов. Ну, то есть, облегчает монтаж-демонтаж всего. Между прочим, этот движок фотки и видео я постил в своем Телеграм-канале, а также Инстаграме. Так что рекомендую подписаться на Телеграм-канал, а также мой Инстаграм. Там что-то иногда тоже бывает ценное. Ну, а мы переходим. Аккуратные небольшие впускные каналы. Ну, они не маленькие, ну, то есть, сравните, они кажутся маленькими, просто они такие более эллипсные, с проточкой под форсунку. Сам впускной коллектор, ну, вот он здесь стоит с EGR-ом, естественно. То есть, вон он, впуск и так далее. Значит, хочу обратить ваше внимание на установку газового оборудования, то бишь, ГБУ. Вот смотрите, я вам показываю, вот они, врезанные форсунки. Ну, точнее, ну, как форсунки. Это не форсунки, это просто ввертыши. То есть, вот он один, вот он второй, с этой стороны у нас идет, вот он третий, ну, там немножко плохо его видно, он в потемках. И четвертый. Значит, я это показываю к чему? К тому, что в газ стоит, все работает, все нормально. Но, можно сделать более грамотно, как мы делали у меня на Мерседесе. Ссылка будет в описании, если я не этот момент снимал. Короче, вот эта часть с резьбой, которая выходит в коллектор, значит, есть специальные форсунки подобные, которые имеют конструкцию Г-образную, то есть, форсунка, и в ней просверлен канал, сделан прямо окно по ходу движения. И там есть отметка, то есть, ты его закручиваешь и закручиваешь так, чтобы вот это вот окно впускное смотрело именно в сторону впускного коллектора, ну, то есть, в сторону клапанов. Это улучшает смесеобразование и работу вообще четвертого поколения. То есть, когда газ не просто вниз куда-то распыляется, а именно в сторону клапанов, то есть, переходные режимы разных там с холодных, ну, то есть, с холодного двигателя и так далее. Ну, можно еще это подрезать, типа, как на 45 градусов и тоже так поворачивать. Ну, то есть, видно, что делалось быстро, конвейерно, можно сделать лучше. Кстати говоря, на отливке головки есть вот такой вот прилив, тут даже резьбы нарезаны, но одна резьба используется для тяги, которая крепит коллектор, то есть, усиление, а вторая резьба не используется, но она там, тем не менее, вон она нарезана. Здесь, я так понимаю, стоял изначально бензонасос, когда-то в карбюраторных версиях этого движка, и на распредвалу там даже должен быть вон он эксцентрик, то есть, для привода бензонасоса. То есть, даже такие варианты были, то есть, отливка головки, модель сравнительно старая, несмотря на то, что это вроде бы там 2003-2004 год. Вот они компенсаторы коромысла с роликами, ну, подача масла где-то внутри, ну, там он канал для подачи масла, компенсаторы отсюда вываливаются, ну, то бишь, надо за этим, коромысла сами алюминиевые, для того, чтобы облегчить хоть как-то, хоть что-то, ну, компенсатор стоит внутри, ну, в принципе, конструкция не сильно тяжелая, я думал, тяжелее будет, но, в общем, ролики, вот они, вот он вал, и вот он, соответственно, впускные, ну, и все, вот он вал, то есть, вал отдельно здесь стоит от всего, кстати, подобная система хороша тем, что, когда ты все собираешь, ты можешь выставить ремень ГРМ, не собирая все эти флейты, покрутить его, то есть, метки там поставить, все, это упрощает немножко задачу, а потом ты только флейты ставишь, и все готово к запуску. Вообще, в целом, конструкция движка, очень простая и стандартная, что-то типа восьмерка-девятка, если так, для упрощения представления, то есть, помпа, от нее идет труба, то есть, то бишь, саксофон, что в народе называют, вон она стоит, труба, вот, то есть, на радиатор, забор охлаждайки, то есть, термостат, здесь же сверху, вот, ну, то есть, конструкция, ничем таким мега примечательным, не отличается, снизу, что датчик давления масла, я так понимаю, это датчик давления масла, стоит в блоке, а не в головке, в отличие от Hyundai, с алюминиевым блоком, на чугунном блоке, все откручивается гораздо проще, нету, вот, 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 репения, там, где ты чуть ли не оборот делаешь, и не знаешь, оборвется у тебя болт, или все-таки открутится, ну, это типа как М9 резьба, ну, то есть, на глаз, то есть, это меньше десятки, но больше восьмерки, но, головка, то, что прижата болтами М9, это не самое лучшее конструктивное решение, которое может быть, я все-таки противник этого, и тоже, когда на ВАЗе, с М12, уменьшили резьбу до М10, на вот этих 16-ти клапанных жигулях, ну, в общем, это не совсем, я считаю, было правильным решением, давай, так, ну, смотри, не такие уж поршня тут прям и, то ли, грязно, недавно ставили сюда эти кольца, то ли их так офигенно вымыло маслом, ну, слушай, мне кажется, наоборот, масло тут бы такой нагар, не, не, когда мотор начинает употреблять масло, он очень усиленно через кольца, сейчас, у них появляется такой вымытый след, вот именно по кругу, ну, тогда расход здесь должен быть литр не на тысячу, ну, давай посмотрим, может, это откапитали ли его а-ля, и продали человеку, вот прокладка здесь залипла, это похоже на то, что его перегревали, перекосило ее немножко, это когда я вынимал, это неинтересно, или она так и стояла, ну, досталось им достаточно легко, да, если бы она была перекошена изначально, то, хрен бы, она так просто досталась бы, ну, вот, кстати, по системе охлаждения, большие окна здесь, здесь окна поменьше, то есть оно как типа, его с одной стороны, то есть вот, вот так вот прогоняет, то есть с одной стороны, наверх в головку, и а-ля на выход, ну, так на ощупь, чего-то такого, вот тут вот волна ощущается, она в этом месте, сейчас мы посмотрим, ну, цилиндр отсюда подсветимся, ну, ханинговки, видно, нет, есть что-то, высоватый, ну, скажем так, какие-то моменты зародыши хона там есть, безусловно, вот, вон он, хон там есть, это мы тут пальцем, если что, ну, там какая-то он риска такая от хона, такая просто, нихрена себе, ну, по крайней мере, каких-то лютых задиров здесь нету, мне кажется, что недавно, не так давно его вскрывали, так, ремонтаж поддона, как обычно, производится при помощи специального ножа, подбокого тонкого лезвия, ну, это как бы не шутка, он залип на герметике, видите, рейнз очень хорошо залипает, особенно его тут не пожалели, когда его ставили, если его срывать кувалдой, бить, ну, можно такое сделать, но при этом, поддон будет очень сильно поврежден, то есть, причем, сильно помятый, там, вплоть до невозможного дальнейшего эксплуатации, невозможного лишнего, о, ну, и вот так вот его проходишь, то есть, но зато, видите, рейнз не течет, азиатские технологии, причем здесь прокладки нету, по заводу, то есть, это не то, что там, кто-то пожалел, тюнинг, и все такое прочее, это именно по заводу, здесь прокладки нет, так, ну что, пробуем, о, отлично, момент истины, ну, давай, показывай, так, какое вон говно есть, ну, слушай, нет, так, просто какой-то обычный налет, масло, так, с этой стороны, вот, здесь коленчатый вал, выполнен, еще, по, скажем так, уже, можно сказать, старым технологиям, 80-х, 90-х годов, когда используется, два противовеса, на сторону, причем, один противовес, более массивный, один противовес, второй противовес, менее массивный, ну, и, структура, вот здесь, вот здесь, если присмотреться, сейчас я свет, подключу побольше, вот, с этой стороны, вот она, видно, как углубление, там, как щека такая, то есть, это делается для того, чтобы коленчатый вал, был более устойчив, к крутильным, различным колебаниям, ну, маслозаборник, масляный насос, интересно, какая у него конструкция, редукционника, скорее всего, такая же, вот судя по тому, что это редукционник, скорее всего, такая же говеная, как и на всех остальных, ну, двигатель не сильно загаженный, но и в то же время, не сильно, он чистый, вон она, бахрома, то есть, головку, может, кто-то что-то и делал, с блоком, именно так, чтобы мыть его, там, все такое прочее, никто не делал ничего, собственно, одна поршневая, слегка там в масле, все, и, короче говоря, вот она, причина масла, расхода, масло жора, хочу обратить ваше внимание, на следующее, давайте изучать вместе, собственно, вот он поршень, компрессионные кольца, хочу заметить, что они здесь свободно перемещаются, ну, то есть, компрессия у него вот была, а вот маслосъемные, наборные, они там стоят, вон он, стык у него, вот он, я его попытаюсь сейчас пальцем выковырить, у меня это не получается, то есть, они закоксовались, подвижности нет, оттока масла, естественно, нет, причем, хочу заметить, что вон они, там полноценные, сколько, пять отверстий на сторону, для стока масла, ну, то есть, обвинить их в том, что оттока масла отсюда его не было, нельзя, то есть, отток масла был, ну, да, если оно забилось, то его, может, нет, ну, то есть, изначально он был, я считаю, основываясь на практике, на опыте, что вот эти вот двигатели, наборные маслокольца зарегают, по той причине, что 15 тысяч ездят на масле, не меняют, и в любом случае, оно просто физически не может, тока выходить, оно перегревается, вот там вот, и раскоксовывается, вернее, закоксовывается, и никакая замена термостата, или что-либо такое, здесь не поможет вам, потому что, канавки под кольца, и сами кольца, то есть, они довольно маленькие, сравнительно, там, с теми же, например, с жигулевскими, ну, если вот так вот, ну, почти в два раза меньше, чем на жигулях, но, тем не менее, то есть, температурный режим, здесь выше, и оно коксуется, поэтому, вот даже если взять здесь, ничего не делать, ни блок, ни вот поршни эти оставить, просто поставить новые кольца, и собрать на место, то расход масла, ну, может, он не упадет, там, в ноль, но он сократится, там, будет, там, ну, 100 грамм на тысячу, если даже не меньше. Вопрос только сколько? Да, вопрос только в том, насколько это долго будет, то есть, так, в принципе, можно делать, и сразу на базар, вот, ну, смысл такого ремонта, на самом деле, невелик, может, это на 10 тысяч хватит, может, на 50, вот, но, в любом случае, это, скажем так, сомнительный ремонт, но, тем не менее, так делали раньше, там, в 90-е, это популярный, вообще, популярная очень тема, замена колец, была, это считается капиталкой, то есть, ты вот так вот вытащил, ты ставишь просто новые кольца, новые вкладыши этого же размера, иногда и вкладыши даже старые оставляют, моют все, прокладка ГБЦ, естественно, новая, может быть, тернуть клапана, и поменять сальники клапанов, не всегда, но, бывает, это, как бы, жирно, скажем, самый такой жирный ремонт, это еще тернуть клапана, и поменять сальники, собрать все на место, и вуаля, двигатель работает, и он действительно будет отлично работать, масляный насос здесь, роторного типа, сразу же с масляным фильтром, с одной стороны, это вроде плюс конструкции, что фильтр близко, и менять его с ямой довольно легко и просто, но минус конструкции во всем заключается в том, что тут редукционный клапан выполнен, как я уже говорил ранее, по обычной схеме, то есть, вот он, редукционный клапан, но мы эту часть не разбираем, то есть, он стоит с этой стороны, и все, и весь избыток масла, он стравливает на впуск, что ухудшает работу системы на высоких оборотах, и может привести к выходу двигателей строя, хотя движки ходят, но вот эту систему, я бы видоизменил, то есть, тут ничего не мешает сделать где-нибудь выпуск масла, прямо вот здесь вот, в поддон с этого болта, ну, или где-то просверлить отверстие, чем на впуск, поэтому, ну, в общем, да, все собирается на герметике, кстати, здесь еще передний шкив на ГРМ, ну, в общем, или звездочка, как их называют, она выполнена вот с такой пластиной под датчик положения, вот, что-то вроде типа, как под датчик хола, ну, по типу. Это двигатель длинноходовой, коленчатый вал имеет ход в 87,3, при 76 поршнях, при этом, как я уже говорил, коленвал имеет два противовеса на сторону, плюс косое сверление, он с этой стороны будет лучше, видно, что вот он канал, то есть он наискось посверлен, а с этой стороны видно, что вот эти каналы снабжения маслом от корня, они имеют сквозную, вот здесь немножко под наклоном, вон, сквозную конструкцию по просверливанию, то есть, конечатый вал, в принципе, имеет стандартную, нормальную, обычную конструкцию, но при этом, при всем, он все-таки полнопротивовесный, диаметр шейки визуально, если вы посмотрите, то есть сравнительно, то диаметр шеек довольно маленький, это заключается в том, что перекрытие, то есть, одной шейки шатунной, которая находит на коренную шейку, здесь фактически отсутствует, одна шейка на другую не находит, то есть, можно сказать, что диаметр маленький, именно потому, что вот одна не находит на другую, если бы диаметр был бы больше, при всех тех же параметрах, то они друг с другом пересекались бы, считается, что это даст повышенную прочность к коленчатому валу, но с другой стороны он занимал бы тогда значительно больше места в картере потому что если посмотреть на сам блок и часть где стоит коленчатый вал, он сравнительно визуально небольшой и похож размерами на жигулевский блок только здесь ход 87 мм а в жигулях там типа как 75 мм я имею ввиду передний привод жигули по состоянию цилиндров поршневой то есть видно что хон местами он есть, местами его нету сверху такая типа как небольшая волна которую в принципе пальцем ощущается очень-очень слабо но ощущается я всегда говорю, что если ты что-либо ощущаешь пальцем ну десятка там есть по эллипсам, по разным износам то есть десятка там есть соответственно как я уже говорил, собрать то можно и так поставив туда кольца и плавно переходим к замеру у них есть болезнь, когда коробку затягиваешь сильно его там начинает вести 300 келлипсам ну вот это в допуске, но как бы он есть это все в допуске ну а тут в плюсе не в ноле не в ноле собрать на новые кольца и вперед и на базар и оно еще купит человек и вот как вот этот да, вот этот владелец 11 тысяч поездил у него начался расход ну то есть как бы можно еще вполне так сказать сколько эта головка прошла с газом сказать сложно ну то есть мы не знаем сколько но оно ходило какое-то время ну в общем програют с газом клапана для того чтобы проверить прогорели клапаны или нету все сухо мы берем бенз с этим хоботом и начинаем заливать ну вот давай сначала зальем в первый цилиндр ну вернее вот ага здесь EGR здесь EGR так, но они не запотели по крайней мере ну давай сюда так вот они заливаются ну это еще раз говорит о том что вот смотрите везде залит бенз ну кроме первого там где канал для EGR а все они ну вот чуть-чуть буквально ну слушай это это мелкое запотевание это допустимо то есть это считай что он не течет они никто из них не потек там потек когда оно ручьем начинает течь то да оно течет вот и компрессия ничего не прогорало не сгорало не сдохло то есть когда это первое когда грамотно настроено газовое оборудование смесь и плюс гидрокомпенсаторы так как с регулировкой то же самое будет ну просто не надо втыкать его регулировать вот но как я уже говорил гидрокомпенсаторы плюс нормальная смесь все ходит отлично пожалуйста с газом теперь то же самое попробуем сделать со впускными клапанами хотя течь оно ничего не должно заливая так ну нормально вот один чуть-чуть потек вот он прослезился здесь вот так вон у нас слеза потекла может быть да ну вот впуск он течет потому что тут какая-то грязь попадает какое-то говно и вот он начинает ну так чуть-чуть не ну в целом ну вот два клапана чуть-чуть даже вот один клапан чуть-чуть как бы потек но в общем то нормально головки вопросов претензий нету конструкция со стороны камеры сгорания и впускных впускных каналов в принципе стандартная для 16 клапанной головки головки я подобное показываю наверное в каждом видео ну потому что все оно какое-то одно и то же значит ну давайте начнем со впуска так как я со впускной стороны хочу заметить что там есть небольшая ступенька ну как небольшая то есть пальцем ты ощущаешь этот переход с канала вот там где проточено профазировано вот ну это конечно не сильно хорошо но тем не менее не сильно плохо оно не сильно большое направляющие не торчат в канал фаска на седле не расклепанная сравнительно узкая насколько может быть выпускные каналы в принципе то же самое ну вот они здесь то есть фаска здесь тоже узкая кстати не расклепала здесь фаски это вот плюс всей системы но там вон есть такая ступенька конечно сильно уж плохо она не влияет на работу двигателя ну и ничего хорошего в этом нет единственное что здесь как обычно меня огорчает это пружины клапанов они не самые плохие они довольно высокие если померить здесь усилия здесь должно быть ну на скидку где-то около двадцати там пяти килограмм это неплохо но можно было и нужно было их немножко более упругими делать причем здесь обозначение то есть какие-то зеленые ну то есть я так понимаю есть и красные они более упругие но в целом головка выполнена нормально то есть каналы гидрокомпенсаторы конструкция камеры сгорания ничего нигде не мешает все это ходит даже несмотря на то что пружины не очень упругие но в принципе более-менее хватает на эту систему все ходит все работает то есть в целом могу сказать так что движок на самом-то деле неплохой по конструкции то есть если бы его вот с завода в дроссельную заслонку решили бы этот вопрос и вот этот вот момент с заменой масла и так далее то есть люди скажем так не втыкали бы то ходило бы все гораздо веселее гораздо дольше но потом они кстати это поняли что не везде не всегда оно вздыхает вот так вот прямо через 120 тысяч то есть есть кто-то кто ездит и к тому же вот то что я вам показал ты поставил сюда просто новые кольца и можешь дальше ездить да тебе этого хватит там тысяч на пятьдесят но тем не менее ты можешь ездить то есть как вариант то есть это не такой вариант что ты разбираешь а там все там кранты ты уже назад это не соберешь а если соберешь оно тебе уж точно никуда не уедет так что в принципе движок неплохой с газом кстати еще раз покажу вам вот они клапана это выпуск то есть они не сгорели при том что грамотно если настроена вся система ничего не сгорает ничего не умирает ну вот и вон они впуск вон он стоит то есть ничего не сдохнет так что на этом у нас все все мы в гостях у Жоры все ссылки в описании на его канал смотрите да должна быть сборка вот этого движка с запуском ну чуть позже естественно а у нас на этом все так что все подписывайтесь на телеграм канал мой обязательно вот все всем пока что все